В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Острые вопросы и пути их решения прозвучали на встрече главы муниципалитета Дмитрия Баренова с жителями комплекса Бутова парк. Мы встречались у вице-губернатора и договорились с кондиционером. Будет 4 класса. Завершается благоустройство даровой территории у одного из домов по проспекту Ленинского комсомола. Раньше тротуар был вот так проходил и мусоровозу, чтобы забрать мусор, ему приходилось двумя колесами заезжать на тротуар. Поздравления с профессиональным праздником принимают социальные работники. Мне кажется, каждый из вас частичку своей души, своего сердца посвящает своим подопечникам. Изменения в проект дублера МКАД, возможная смена управляющей компании, а также сроки появления почтового отделения и пунктов скорой помощи и полиции в ЖК Бутова парк. Об этом, а также обо всех деталях встречи главы муниципалитета Дмитрия Баренова с местными жителями узнаем из нашего следующего материала. В тесном графике Дмитрия Баренова всегда находится время для живого общения с жителями нашего округа. Так, с обитателями одного из самых густонаселенных жилых комплексов Бутова парк, глава муниципалитета обсудил немало острых тем. Больше всего вопросов и предложений у людей накопилось по поводу дублера МКАД. Давайте мы внесем тогда по своему участку предложение, может быть проработаем, пожалуйста, может быть это немного приведет к удорожанию, безусловно, но по крайней мере это сохранит здоровье. И представители власти к этим замечаниям прислушиваются. Множество историй, которые предложили люди, в частности там в районе 6-го микрорайона, в районе Суханово, там эти истории обсуждаются, кондиционер идет на идиотерапия. То есть мы за последний месяц внесли очень много изменений, которые просят люди. Так, одно из пожеланий местных жителей уже, что называется, легло на бумагу. В проект дороги были внесены соответствующие изменения. Пришли жители и очень слезно просили о том, чтобы в районе жилых домов это было 4 полосы. Мы встречались у вице-губернатора и договорились с кондиционером, будет 4 полосы. Кроме того, прозвучало немало вопросов к управляющей компании «Пиккомфорт», которая обслуживает 20 домов в Бутово парке. Люди жалуются на неудовлетворительное качество работ и нарушение всяческих сроков. В рейтинге управляющих компаний муниципалитета эта организация занимает последнее место. В отдельных случаях управляющие компании, назначенные со стороны застройщика, выполняют больше не наказы тех, для кого, собственно, они работают, а, видимо, защищают интересы других лиц. По этой причине мы, собственно, и хотим поменять эту ситуацию и развернуть все управляющие компании, работающие в Ленинском городском округе, лицом к населению. Процесс смены управляющей компании не быстрый, не менее трех месяцев. И если за это время ее качество работы не изменится, то вопрос будет решен кардинально. Еще на встрече обсудили возможность установки шлагбаума в ЖК для ограничения транзита, а также сроки появления почтового отделения, пунктов скорой помощи и полиции. И, конечно, школы. Задержка ее строительства связана с тем, что часть участка находится на землях лесного фонда. И сейчас регулируется юридическая сторона вопроса. Хотим попробовать 250 заодно сделать, поэтому на следующей неделе я в конце точно пойму ситуацию. Либо таким будем, либо таким. Но то, что строить надо, понятно, что она в этом году должна была уже появиться. Мы сейчас вообще большую количество школы садик будем строить. Встреча продолжалась более полутора часов и еще раз подтвердила, что прямое общение представителей власти и жителей крайне эффективно. Тут любые вопросы, в том числе неудобные, не замалчиваются, а детально обсуждаются. И состоится хорошая почва для их решения. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Много лет жители дома номер 74 по проспекту Ленинского комсомола в Видном мечтали о благоустройстве придомовой территории. И вот работы практически завершены. Посмотреть, как преобразился двор и поговорить с жителями и подрядчиками приехал депутат Московской областной думы Владимир Жук, который лично контролировал весь процесс. Плакату дома номер 74 по проспекту Ленинского комсомола извещает местных жителей, что здесь проводятся работы по губернаторской программе формирования комфортной городской среды. Представитель заказчика рассказал депутату Московской областной думы Владимиру Жуку, что именно входит в перечни работ. Дом построен в 79-м году. Работы по благоустройству территории здесь проводились только частично. Например, теперь здесь есть современная детская площадка. А вот спортивной не было. Ее появление люди восприняли с энтузиазмом и тут же принялись осваивать. Не было площадки, здесь травка росла. Сейчас облагородили, сделали спортивную площадку. Очень хорошо, удобно. Асфальт сделали, тротуар. Очень удобно. Деткам и взрослым. Комплексное благоустройство помогло решить ряд конкретных проблем жителей. Это и дополнительные парковочные места, и ограждения, и асфальтирование так называемых народных троп и многое другое. Раньше тротуар был вот так, проходил. И мусоровозу, чтобы забрать мусор, ему приходилось двумя колесами заезжать на тротуар. И тротуар у нас ломался от этого. Сейчас сдвинули туда. Очень сложные были работы такие выполнить, вообще колоссальные. Мы решили проблему с мусоровозом. Но не только жители дома 74 по проспекту Ленинского комсомола получили новую придомовую территорию. Работа ведется по всему муниципалитету. В рамках этой программы на текущий момент первая пока только очередь, только про нее говорим, 16 дворовых территорий запроектировано к строительству. Плюс рассматривается вопрос о выделении дополнительных средств на благоустройство, еще дополнительных адресов буквально вот в это лето до конца сезона. Естественно, что работы по благоустройству доставляют немало неудобств местным жителям, а потому и недовольных хватает. Ветер, пыль, грязь-то летит, вопнет. Но, естественно, подавляющее большинство жителей рады преображению двора и со своей стороны активно помогали строителям. Самое главное – это не ругаться. С утра выходим, обсуждаем план работы. Ребята, что вы сегодня делаете? Мы делаем сегодня асфальт. Нужно убрать машину, помочь. Помогаем, убираем машину. То есть идем навстречу, стараемся по возможности помочь им со своей стороны. Пройдя по территории, депутат Московской областной думы Владимир Жук отметил, что работа в рамках губернаторской программы «Комфортная городская среда» ведется на постоянной основе. Есть места и адреса, где это все нужно делать. Но сейчас идет большая работа. В первую очередь делается 25 территорий, 25 адресов, видно, на территории Ленинского городского округа. Именно по программе комплексного благоустройства со всеми необходимыми элементами. Бюджет, выделенный на благоустройство этого дома, составляет 7 миллионов рублей. Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Более 19 тысяч жителей Ленинского городского округа уже сделали прививку от коронавируса. Многие воспользовались мобильными пунктами вакцинации, которые с февраля курсируют по жилым кварталам муниципалитета. Кому в первую очередь стоит сделать бесплатную прививку, какие есть противопоказания и как пациентам следует вести себя после первой фазы вакцинации, узнала наш корреспондент Юрия Пагасьян. Сегодня по графику бригада мобильного пункта вакцинации работала в жилом комплексе «Видный город». Сделать прививку против COVID-19 могли все желающие. Паспорт, медицинский полис и СНИЛС – это все, что необходимо иметь при себе потенциальным пациентам. Никаких очередей. Процедура быстрая и безболезненная. За пять месяцев работы эта система показала свою эффективность. Все заполнили и сделали пять минут. Медперсонал был внимателен? Да, да, все хорошо. Медперсонал предлагает пациентам два вида препарата. «Эпивак Корона» и «Спутник Ви» делают как первую, так и вторую фазы. Ставить прививку рекомендовано всем гражданам, однако имеются и ограничения. В первую очередь вакцину лучше делать в возрастной категории, то есть это жители 60+, потому что они входят в группу риска. И противопоказанная вакцина – да, есть люди, это беременные, это дети до 18 лет, это у нас пациенты, у которых идет обострение хронических заболеваний. Остальным стоит сделать прививку для того, чтобы выработался коллективный иммунитет и зараза все-таки отступила. За прошедшую неделю порядка 200 жителей Ленинского городского округа воспользовались мобильными прививочными пунктами. А всего на сегодняшний день в муниципалитете прививку получило более 19 тысяч человек. Часть из них воспользовалась уже не мобильными, а стационарными пунктами. Многие находятся в торговых центрах, работают ежедневно, с утра и до обеда. Здесь в ТЦ Видное парк, что на улице Старонагорная за два месяца привилось более 70 человек. Призываю всех вакцинироваться для безопасности себя и своих близких. Вакцинуйтесь, пожалуйста, берегите себя и своих близких. Чтобы процесс вакцинации прошел успешно, после получения первой фазы препарата врачи рекомендуют поберечь свой организм. Обязательное соблюдение масочного режима, отказ от физических нагрузок. Ограничивает посещение сауны, бани, горячие ванны, ну и употребление алкоголя. После первой вакцинации формируется около 40-50% иммунитета. Вторая часть иммунитета формируется после введения второй вакцины. Поэтому в любом случае ношение масочных мер безопасности, они должны быть соблюдены. Независимо от того, что привили вы, привились или нет. Первую прививку. Вторая фаза препарата ставится через 21 день. И если соблюдать все рекомендации специалистов, то через этот период человек станет полностью защищен от коварной болезни. Юлия Пагасян, Сергей Ларин, Ольга Судовская. Видно этого. Когда-то ее называли чахоткой, считали смертельной и неизлечимой. Но в наши дни медики прекрасно знают, как бороться со страшной болезнью. На страже здоровья жителей муниципалитета стоят врачи из Видновского отделения Московского областного противотуберкулезного диспансера. Недавно штат пополнился новым врачом-фтизиатром. О нем наш следующий сюжет. О том, что он хочет связать свою жизнь с фтизиатрией, он решил еще на четвертом курсе первого медицинского университета имени Сеченова. Специализация показалась ту пору студенту Дмитрию Кондру очень интересной. К тому же статистика говорила, что таких специалистов в медицине довольно мало. У нас был довольно интересный курс именно в фтизиатрии во время обучения на специалитете на пятом курсе. Это было на базе института именно Перельмана, институт фтизиопульмонологии. Во время обучения как-то уже втянулся. Мне просто это нравится. После окончания Сеченовки Дмитрий Кондр прошел клиническую ординатуру на базе Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, а после устроился на работу в Видновское отделение Московского областного противотуберкулезного диспансера. Работает он с ноября месяца, справляется, вникает во все дела, очень контактный, стремится все познать. Многие далекие от медицины люди до сих пор уверены, что туберкулез – болезнь асоциальных элементов общества. Между тем болеют им все – от бизнесменов и руководителей предприятий до лиц, освободившихся из мест лишения свободы. К тому же распознать туберкулез на ранних стадиях бывает довольно сложно. Туберкулез является, так сказать, обезьяной всех болезней, вот поэтому выделить конкретную симптоматику, естественно, это невозможно. Также туберкулезы бывают и в нелегочной локализации, поэтому здесь уже стоит обращаться к специалисту по конкретному профилю, к тому же хирургу. Тем не менее, при возникновении длительного кашля, излишней потливости, усталости, неприятных ощущений в области грудной клетки, аптезиатры советуют обратиться в противотуберкулезный диспансер. Сейчас подобраны курсы химиотерапии, естественно, есть клинические рекомендации, которые постоянно обновляются, идут постоянно исследования в этой области, поэтому, разумеется, бояться этого не нужно. Дмитрий Кондор советует также заботиться о своем здоровье, чаще прислушиваться к своему организму и, конечно же, не пропускать ежегодную диспансеризацию. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видное ТВ. В историко-культурном центре прошло торжественное мероприятие, приуроченное к Дню социального работника. В честь профессионального праздника сотрудникам самой милосердной службы были вручены почетные грамоты и благодарности от администрации муниципалитета и Московской областной думы. Елена Морозова, заведующая отделением Центра социального обслуживания «Вера», рассказывает, что порой соцработник становится самым близким для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации и нуждается в поддержке и заботе. Люди, которые работают в центре, я, наверное, каждому могу поклониться за их труд самоотверженный. Эти люди, которые имеют сердце, душу, заботливость, и порой даже они идут вопреки своим каким-то рабочим моментам. В Центре «Вера» трудится около 40 социальных работников. Некоторые из них в профессии уже более 20 лет. Многие знают, наверное, все люди знают семь нот, да, но только единицы могут гениально сочинять музыку. Вот так и вот эта должность или специальность социальных работников – это призвание. Конечно же, призвание. За многолетний добросовестный труд, а также в честь профессионального праздника в историко-культурном центре состоялось торжественное награждение социальных работников почетными грамотами и благодарственными письмами. Со сцены прозвучало много теплых слов в адрес представителей этой непростой, но очень важной профессии. Поздравил соцработников и депутат Московской областной думы Владимир Жук. В этой профессии вряд ли можно найти человека, который случайно в ней оказался. Действительно, надо иметь набор качеств – душевность, теплота, способность за свой счет отдать частичку своей души тем, кто в этой помощи нуждается. Многие соцработники подчеркивают, что в их работе главное умение общаться с людьми и находить нужные слова для поддержки. Психологический подход там обязательно. Многие приходят, поработают, у нас испытательный срок, ну не обязательно врачи, там любые санитарочки, медсестры, и не все остаются. Они сразу говорят, мы не сможем здесь работать. Нужны особые люди такие, у которых внутренняя доброта, милосердие, ну и любовь к тем людям, которым мы там помогаем. Мероприятие продолжилось праздничным концертом, на котором выступили вокалисты и танцевальные коллективы Ленинского городского округа. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, ВИДНЭТВ. Кирилл Иванов, Елена Кошелева, ВИДНЭТВ. Кирилл Иванов, Елена Кошелева, ВИДНЭТВ. Лепота. Зовет светлый мир. Там счастье и мудрости пир. А сердце всегда знает как. И скажем, друзья, Да Путин, да Путин, да Путин, да Путин. Редактор субтитров А.Семкин Добрый день! Очень необычное произведение. Расскажите историю его создания. Он создавался, не поверите, 25 лет. Первый куплет в 88-м году, второй куплет в 99-м году. А потом я уже поехал на студию записываться. И последний куплет, четвертый, я записал буквально в транспорте. Вот так создавался. А потом, как все легло, я даже особо не певец, а тут мне застали петь, я делал 6 дублей. А потом и склеили, и получилось то, что получилось. И монтаж мы делали, фактически монтаж этого ролика. Он длился полгода. С человеком, я могу сказать, Александром Новичков. Он делал монтаж. И мы с ним обсуждали каждый кадр, каждый сюжет. Это было очень интересно. И получилось неожиданно даже для нас самих. Как вы сами считаете, вот этот марш, о чем он? О чем он? Представляете, там есть много уровней. Первый уровень – просто смеяться, просто радоваться. А второй уровень философки – о том, что все люди на Земле должны быть вместе. И действительно радоваться космосу. Потому что мы в космосе живем. Вот об этом. А я напомню нашим телезрителям, что Иосиф Гринберг – один из обладателей сертификата, который наш телеканал вручал на зубовских чтениях. И мы решили снять не сюжет, а вот превратить в такой интересный разговор. Знаю, что марш – это далеко не единственное ваше произведение. Вообще, сколько лет вашему творчеству, сколько лет вы пишете стихи и сколько их? Может быть, есть цифра? Вы знаете, всю жизнь я не писал. Я стал писать почему-то в последнее время. Хотя такое вот тяга к рифоплесства у меня была с детства. Понимаете, себя считать поэтом – это нескромно и неправильно. Просто вот мы ритмически как бы определяем свои мысли, свои чувства. Что из этого получается – это судить читателя, как обычно. Вы знаете, что стихи рождаются вообще неожиданно, если так вот сказать. Вот, например, я много думал, что написать про Россию? Такая емкость, страна. Я написал две строчки. Что Россию нашу ждет? Что посеет, то пожнет. А вот что у вас самое-самое любимое? Прочитайте, пожалуйста. Есть. Оно глубокое и хорошее, на мой взгляд. «Доверься Мигу, помни, все не зря. Доверься полностью и посмотри, что будет. Всевышний точно не забыл тебя. Спокоен будь, тебя он не забудет. Текущий миг, прими, он не случайен. Основан дней будущих росток. Не отрицай его, ты мигом этим награждаем. Приняв все миг, ты принял жизни всей поток». Иосиф Хеймич, а где вы черпаете вдохновение? Не черпаю я его. Вообще, если бы я черпал, то здесь была бы такая стопка книг. А у меня только по большому счету, лучше всего, вот она книга получилась, в которую я вложил, самые лучшие, последние. Эта книга необычайна, потому что она родилась от желания просто поделиться тем, что написано. И как получилось, интересно, она тоже создавалась, как говорится, в поте лица. И когда она вышла в издатель, я понял, что ей надо просто дарить людям. Дарю. Знаю, что вы пишете практически каждый день. И сегодня у вас уже что-то родилось? Да. Я проболтался, вы знали, что это так и есть. Я вам прошу необычное сихстроение, которое родилось именно сегодня, совершенно неожиданно. Называется оно так. «Ни о чем жалеть. Иду, как путешественник по жизни, со дня рождения и до тризны, как наблюдатель и участник, как человек, познавший счастье. Я ни о чем жалеть не буду, поскольку я люблю Христа и Будду». Вот ваши произведения такие очень философские. На ваш взгляд, вот в чем смысл нашей жизни? Смысл нашей жизни – не задавать себе такого вопроса, а просто жить. Вот просто жить и наблюдать. Вот в этом сихотворении сегодняшнем, по сути дела, вся философия. Быть наблюдателем и одновременно участником жизни. Понимаете, просто… Спасибо большое за такой интересный и необычный разговор. А я напомню, что у нас в гостях был член литературного объединения «Рифма плюс» Иосиф Гринберг. Летняя одежда из льна и хлопка, сезонные продукты и лекарственные травы – все это можно встретить на ярмарке у кинотеатра «Искра». Как выбирать свежие овощи и фрукты, узнаем из нашего следующего сюжета. У кинотеатра «Искра» вновь открылась ярмарка. В этот раз в ней приняли участие 52 предпринимателя. И найти здесь можно многое – фрукты и овощи, одежду и обувь для всех возрастов, а также аксессуары. Наряды для жаркой погоды пользуются спросом, поэтому на ярмарке представлено немало изделий из льна и хлопка. Началось лето, а значит, многие видновчане приходят на ярмарку именно за сезонными продуктами. Это молодой картофель, свежая зелень и главное лакомство этого лета – клубника и черешня. Чтобы выбрать главные продукты сезона, стоит ориентироваться на оттенок и запах. Спелая черешня имеет глянцевый блеск и темно-красный цвет, а плод на ощупь упругий. А у вкусной клубники – насыщенный аромат и зеленые листья. Мне очень нравится, когда здесь работает ярмарка, выбрать всегда товар, можно свеженький, очень хороший. Особенно вот фермерское сало, очень хорошее. И вот здесь еще ваши продукты, вы знаете, овощи. Супер! Я покупаю овощи достаточно часто, потому что у них всегда свежая, хорошая продукция и вкусные продукты. Не только молочная продукция вкусная, поэтому она нам нравится. Наша семья их любит. Продукты в Видное привозят из разных уголков нашей страны – Тамбова, Краснодара и Чувашии. Семья Федоровых – постоянный участник городской ярмарки. Владимир и Надежда не только помогут выбрать лучший продукт, но и проконсультируют по любому вопросу. По жимусти можно определить, какой вкус будет. Если он пухлый, то значит и кустик такой пухлый. Если вытянутый, вот видите, вытянутый. И сам вкус такой вытянутый получается. И есть маленький хитрис, когда их выращиваете, чтобы крутые, хорошие ягоды были, разные сорта нужны. Обязательно? Есть одинаковый сорт, он мало дает ягод. Есть на ярмарке и представители нашего муниципалитета. Колбаса, мясо птицы, а также яйца можно найти у фермерского хозяйства свое подворье. Продукт успел себя зарекомендовать, поэтому продавец предлагает покупателям даже доставку. Номинований очень много. Там есть рыба своя на заказ. Любую, потому что любую продукцию на заказ и с доставкой надо. Тот, кто уже даже когда ярмарки нет, знает, когда она будет, звонят, заказывают. Ситуация с коронавирусной инфекцией остается напряженной. Поэтому помимо безопасности внешней, ношения средств индивидуальной защиты, можно обезопасить себя и внутренне. На ярмарке представлены натуральные лекарственные продукты, разработанные научным центром «Вектор» Новосибирской области. Люди болеют, к сожалению, ищут способы, чтобы не лекарства пить, а все-таки травы. И поэтому, конечно, приходят у меня кисловодские травы, и алтайские травы, и пятигорские. То есть, людям помогают. Ярмарку кинотеатра «Искра» продолжит свою работу до воскресенья, 13 июня. Посетить торговые ряды можно с 10 утра до 7 вечера. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно и ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова